Создать условия для комфортной жизни, чтобы остановить бегство о мече. Оксана Фадина впервые отчиталась перед депутатами Горсовета и обозначила реальные задачи для совместной работы мэрии и народных избранников. Омск ликует вместе со всей страной. Впервые за 30 лет Россия досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Очередей и выходных больше не будет. МФЦ регионы переходят на семидневку. Я думаю, что горожанам будет удобно. Главное, чтобы специалистов хватало. Зачем нужен персональный талон и какие еще изменения ждут о мечей? В главном парке Омска поселились белые лебеди. Несколько лет назад они решили, что они пары. Почему к благородным птицам о мечей просят относиться осторожнее? И первые репортерские будни. Российская сборная победила счетом 5-0. Известные журналисты 12 канала готовят смену в 62-й гимназии. Сократить муниципальный долг, открывать новые школы и детские сады и создать комфортные условия для жизни о мечей. Мэр города Оксана Фадина сегодня отчиталась перед депутатами городского совета. Глава города делала это впервые и предложила воспринимать ее отчет как анализ стартовых позиций для совместной работы мэрии и народных избранников. Обе команды и администрации, и горсовета сформировались не так давно, а вот проблем скопилось немало. Они касаются экологии, транспорта, состояния дорог. Наблюдается также отток населения из Омска. Одной из главных задач Оксана Фадина называет остановить миграцию мечей в другие регионы и повысить качество жизни в городе. Самая острая проблема, на мой взгляд, это вопрос, связанный с перечнем ветхого аварийного жилья. Таких домов у нас 180, острая необходимость в финансировании порядка 3 миллиардов рублей. 621 дом у нас связан с судебными решениями, где жильцы ждут реализации капитального ремонта. Граждане сегодня недовольны качеством и комфортностью пассажирского транспорта. И в этом направлении мы уже при поддержке правительства Омской области объявили закупку на приобретение автотранспорта. Ну и, конечно же, что касается улучшения жилищных условий, мы большую надежду выражаем на федеральное финансирование. Какие еще болевые точки выделила мэр Оксана Фадина? Есть ли позитивные тенденции в городской жизни? И как отчет городоначальницы оценили народные избранники? Подробный репортаж Елены Смирновой из городского совета смотрите уже в 17 часов. Сегодня у мячей была бессонная ночь. Вместе со всей страной мы следили за противостоянием нашей сборной по футболу и команды Египта. Почти 2000 фанатов собрались в фан-зоне на красной звезде, а потом праздновали победу. Впервые за 32 года россияне досрочно вышли в плей-офф Мундиаля. Фараонов наши футболисты обыграли со счетом 3-1. В очередной раз отличились Денис Черышев и Артем Дзюба. Не спас сборную Египта ее главный козырь, суперфорвард Мохаммед Салах. Гол ворота россиян он все-таки отправил, но сделал это с пенальти, и когда его команда проигрывала с разницей в три мяча. Таким образом, Россия впервые в новейшей истории обеспечила себе досрочный выход в плей-офф. Ну а сегодня на большом экране в красной звезде покажут игру следующего соперника россиян. Сборная Уругвая сразится с Саудовской Аравией. Начало матча в 21 час по омскому времени. Эксперты из Тюмени подтвердили, что в Тарском районе Омской области вырубили здоровые деревья под предлогом санитарной чистки. Стали известны результаты биометрического метода, который был проведен на севере региона. Напомню, 12 канал неоднократно рассказывал о незаконных вырубках реликтового леса хвойного достояния Омской области. После того, как активисты Общероссийского народного фронта обратились к главе региона Александру Буркову и привлекли внимание к проблеме, в Тарском районе выявили организованную преступную группировку, ущерб от деятельности которой оценивается от 1 до 4 миллиардов рублей. Следствие продолжается. По мнению активистов, незаконные вырубки процветают в основном не от деятельности черных лесорубов, а от серых. Это предприниматели, которые берут участки в аренду у Главного управления лесного хозяйства Омской области и которые, по всей видимости, особо их не контролируют, хотя обязаны. Так, активисты обследовали одну деляну, которая была закрыта в 2015 году и нареканий со стороны ведомства и других проверяющих органов не вызвало. По документам там проводились санитарно-выборочные рубки, то есть должны были спилить больные деревья. Учитывая, что это категория лесов защитные леса, тут возможно только проведение санитарных мероприятий относительно деревьев, ослабленных, больных и так далее. Исходя из лесотекционного описания материалов лесоустройства, лесоустроитель не обнаружил тут больную сосну или иные деревья, кроме березы. Соответственно, оснований для проведения рубки санитарной относительно сосны или любой другой рубки по хвойному хозяйству, их не было. В итоге, по результатам биометрического метода, который был проведен 6 июня, стало известно, что спилили здоровую сосну. Подробный репортаж Тахмены Тынысовой смотрите в следующем выпуске «Час новостей». Многофункциональные центры региона будут работать без выходных и сокращенных дней. Так, с этого дня и до понедельника принимать граждан специалисты из шести центров в Омске и области будут с 8.30 до 19.30, а по вторникам с 10 утра до 8 вечера. Связано это с повышением качества обслуживания населения. С начала года за помощью к специалистам обратилось более 1 миллиона человек. Помимо графика работы, изменились и требования к приему посетителей. На что теперь специалисты будут обращать особое внимание и каких еще нововведений ждать о мечам Никита Смирнов с подробностями. Екатерина Шарапова услугами МФЦ пользуется часто. От замены загранпаспорта до оформления кадастровых документов. Реформу об отмене выходных дней в учреждении поддерживает. Если раньше для визита в центр приходилось отпрашиваться, то теперь терять служебное время нет надобности. Получить необходимую справку можно и в уикенд. Приходилось заранее, за какое-то время брать талон, регистрироваться. Было сейчас проще намного. Думаю, что горожанам-то будет удобно. Главное, чтобы специалистов хватало. На работе специалистов многофункциональных центров нововведения не скажутся. Просто они перейдут на график два дня через два. Кадровый голод ведомству тоже не страшен. Сегодня в МФЦ региона работает больше 4000 сотрудников. Они обеспечивают доступ к 250 видам государственных услуг. Совсем недавно для увеличения штата региональный Минтруд набрал дополнительных работников и обучил их всем тонкостям профессии. Работник клиентской службы, тот, кому вы обращаетесь в окно многофункционального центра, он должен обладать знаниями по каждой услуге, независимо от того. То есть у нас нет права выбора по одной услуге в одно окно, по другой. Тогда бы это была очень серьезная очередь. Еще одно новшество – персональный талон. Теперь на квиток приема необходимо вносить имя, фамилию и отчество. Только с этой информацией можно идти в учреждение, иначе не примут. Сделано это для того, чтобы сократить очередь из-за тех, кто набирает талоны для своих клиентов умышленно. Такими схемами пользуются, например, риэлторы при оформлении сделок с недвижимостью. В талоне указывается обязательно на именование услуги, которое хочет получить у нас заявитель, и фамилия, имя, отчество заявителя. Стало намного легче и проще специалистам работать. В том числе и людям стало проще с нами работать. В среднем каждый день через один МФЦ проходит до 3000 человек. Сейчас в этих учреждениях собираются внедрять программу, по которой специалисты будут тратить время на каждого заявителя не больше 15 минут. Такой темп приема также должен значительно сократить очереди. Никита Смирнов, Денис Лопарев, 12 канал. Стало известно, что на джаз-парк в Омск приедут трио Данила Крамера и победительница итальянского шоу «Голос» Дебора Чести. Праздник пройдет в парке на Королево 7 июля. Билеты уже в продаже. Их можно приобрести в кассах и на сайте филармонии. Начнется концертная программа в 12 часов. Песни из детских мультфильмов исполнит духовой оркестр. В 16 на сцену выйдет итальянская певица и трио Крамера. А в 8 вечера к музыкантам присоединится симфонический оркестр под управлением Дмитрия Васильева. По традиции в парке будут работать фудкорты, интерактивные площадки и аттракционы. Это будет второй концерт под открытым небом в этом сезоне. На минувших выходных отгремел симфопарк. Он собрал больше 7,5 тысяч амичей. А финальный опен-эйр запланирован на 18 августа. Его главной темой будет рок. Известные журналисты 12 канала готовят себе смену. Ведущие программы «Тот еще вечер» Наталья Рогалева и Владимир Мутовкин поделились секретами мастерства с будущими акулами пера в 62-й гимназии. Четыре года подряд во время летних каникул там организуют работу школы молодых журналистов. Впервые ребята учились тележурналистики и сразу же снимали репортажи. Так что будущих звезд мои коллеги не щадили. Солнечная атмосфера и прекрасное душевное спокойствие ребят, которые собрались в этом классе, чтобы послушать нас, журналистов. А что еще нужно нам, людям, которые почти всегда остаются за кадром, как невнимание молодого подрастающего поколения. Вот эти вот ребята, боже мой, вступают на стезю непростую. Они хотят быть журналистами. Не ради денег и славы, а чтобы нести людям важную информацию. Таким взрослым отношением к профессии нас встретили ученики летней школы журналистов. Гимназия номер 62, она работает уже 4 года. Мастер-класс по тележурналистике прошел впервые и сразу заставил по-новому взглянуть на профессию. На камеру говорить очень сложно, вести прямой эфир, брать интервью. Это достаточно сложная работа. Но при этом интерес к профессии остался, несмотря на понимание трудности? Да, я собираюсь поступать на журналиста и уже, скорее всего, определюсь к концу 11 класса. Преодолевая смущение, ребята задают вопросы о репортерских буднях и сложностях в работе. А вот ответ получают в виде практического задания. Берут в руки микрофон и сами ведут свой первый, пусть и вымышленный, репортаж. А, ладно, все. Понял. Здравствуйте. Мне удалось побывать и посмотреть репортаж с места происхождения футбольного матча Саутовской Аравии. И Россия, российская сборная победила счетом 5-0. Вот так, играючи во время летних каникул, детей здесь учат работать со словом. Нынешнему поколению, говорят учителя, живое общение дается непросто. Умение вести диалог – почти наука. Вот и появилась идея открыть школу журналистов, чтобы ни дня без строчки. Есть ребята, которые занимаются по программе 3 года. И сказать о том, что у них есть результаты в телевидении или в радио, конечно, мы не можем. Но то, что они умеют писать и пытаются это делать, безусловно. Я лично считаю, что любое знание полезно. И с этой точки зрения им это будет не лишним. Но для меня было интересно, потому что я пообщался с детьми, заглянул в этот прекрасный детский незамутненный мир и получил заряд бодрости. Это здорово. Конечно, за один академический час журналистики не научить. Зато можно навсегда зародить любовь к этой профессии. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь из этих ребят станет золотым пером России и тогда уверенно скажет, что его путь в профессию начался здесь, в летней школе журналистики. И мне приятно, что мы оказались сегодня к этому причастны. Я, Наталья Роголева, мой коллега. Владимир Мутовкин. Дорож оператор. Александр Слорожин. Вторим путь в профессию. 12 канал. В парке имени 33-го ЛКСМ поселилась пара белых лебедей. В один из водоемов их выпустили сотрудники парка. Для птиц здесь построили плавучий остров и домик с кормушкой. Пока он огорожен вольером, но уже через несколько дней, когда пернаты адаптируются, его уберут. Лебедя два. Несколько лет назад их ранили охотники. У обоих травмы крыла и летать они уже не смогут. Раньше птицы жили в детском экоцентре, но там им стало тесно. У нас они все это время жили на водоеме и зимовали на водоеме. Несколько лет назад они решили, что они пары. Нам пришлось их убрать с водоема в сухой вольер с тазиком воды. Естественно, для них это не самые комфортные условия были. Поэтому здесь им лучше. В дальнейшем озеро планируют разделить на две части. В одной из них будут жить лебеди, а вторую оставят любителям катамаранов. Птиц можно кормить. Они любят хлеб, капусту и вареный картофель. Но делать это стоит издалека. Птицы все-таки дикие, могут испугаться и атаковать. Ну а пока мечам предлагают придумать имена для лебедей и названия для водоема. Конкурс запустят в официальной группе администрации города ВКонтакте. Авторов лучших вариантов ждут подарки. Подробный прогноз погоды на завтра уже через минуту. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Окна ПВХ от производителя. 999-222. Почему я нравлюсь себе? Мой крем «Коллаген Либридерм» повышает упругость, уменьшает морщины и придает сияние кожи. И я вижу этот результат на себе. «Коллаген Либридерм» доказано наукой, проверено мной. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. Ходила раньше Анна из Шербакуля за тысячу верст. За ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь колбаса вареная рябушка. 450 граммов. Всего 69 рублей. Вот это цены. Ассортимент какой. Все есть. От шоколадки до тетрадки. В приложении «Двагис» вы найдете удобный рубрикатор и подробную информацию об организациях, отзывы о компаниях и расположении входов, маршруты для общественного транспорта, автомобилей и прогулок. Навигатор с отмеченными светофорами, камерами и лежачими полицейскими. Скачайте «Двагис» бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Ковка. 509-017. 509-017. И о погоде завтра, 21 июня. По области в Омске облачно. Местами возможно гроза. Ночью в районах столбики термометров покажут 11-14 градусов тепла. Днем поднимутся до плюс 22. В Омске ночью плюс 13-16. Днем до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Эфир 12-го канала продолжит сериал «Джамайка». А следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Хорошего дня!